Всем привет, друзья! У меня утро, не знаю, когда будет загружено это видео, но сегодня я хочу обсудить тему, которая волновала меня какое-то время. Да что я там вру, долго волновала, и я думаю, что будет интересно вам. Итак, сегодня мы поговорим с вами о том, почему у нас возникают проблемы с финансами, почему денег не хватает, почему вообще есть такая проблема, как деньги. Заметьте, какой интересный момент. Большинство людей получают очень маленькие деньги, маленькую сумму денег, при том, что в мире все стоит весьма, ну, скажем так, нормальных денег, да. И редко можно представить человека, который работает на обычной какой-то работе и может себе позволить купить хорошую машину, я не говорю даже супер, просто хорошую новую машину, хорошую квартиру, ходить в магазин. Вот мы вчера ходили в супермаркет, я до сих пор под этим впечатлением. Мы оставили 2700 гривен, я утром открыла холодильник, ну, это порядка там 100 долларов, чуть больше. Я открыла холодильник и поняла, что в холодильнике как бы нечего практически есть. Мы не купили что-то ни рыбы такого, ни мяса, знаете, ни икры, ну, черную, ладно, понятно, что она стоит других денег, но не красный. Короче, ничего такого мы не купили и в магазин мы ходим каждый день. И каждый день, ну, меньше там полутора тысяч гривен мы никогда не оставляем в магазине. И я каждый раз задаюсь вопросом, а как вообще живут, ну, люди, которые живут на какую-то маленькую зарплату. И тут вопрос не о том, что мало платят, ни хрена, больше не зарабатывают. Вопрос о том, почему вообще такой вопрос у нас у людей существует. И почему все-таки у одних людей достаточно денег на все, и деньги приходят к этим людям, а у других нет. И сегодня я попытаюсь на эту тему поразмышлять, ну, точнее, поразмышляю и попытаюсь вам дать какие-то выводные для этого. Ну, первый такой, конечно, момент, я все время вам говорю о том, что я изучаю, занимаюсь изучением и, в общем-то, практиками и своей жизнью в контексте того, что наш разум является нашим не просто проводником, а он является то, что мы засовываем в свою голову, это отражение мы притягиваем. Вот я, например, сейчас еду по красивому району Новопечерские липки, о котором я когда-то даже боялась мечтать, и в котором я сейчас живу, и понимаю, что моя голова настолько, ну, тут себя видела, представляла, хотела, и даже приходила на прогулки, когда и близко не было денег на квартиру здесь, что как бы в другом месте я оказаться-то, по сути, и не могла. И как бы для многих людей это не звучало странно, но прежде всего наши мысли являются определителями вообще того, кем мы будем работать, сколько мы будем зарабатывать, насколько мы будем полезны миру. Если в вашей голове, вот вы воспитывались, вы особенно человек постарше, вы воспитывались в контексте того, что там вот есть такая парадигма мира, где ты есть в школе, потом в институте, потом тебя взяли куда-то на работу, и ты получаешь какие-то деньги, и ты должен там держаться, чтобы у тебя потом была пенсия еще. И вот если ты в этой парадигме мира растешь, то, конечно же, ты мыслишь категориями тех цифр, которые там платятся на зарплатах. Какие бы зарплаты не были, если вы там не работаете в какой-то классной компании на миллиардера, там и вы не делаете суперкрутые услуги, отмазываете его, там, счета и так далее, то ваша зарплата, ну, там, в пределах тысячи долларов. Даже если она в пределах двух тысяч долларов, это, в принципе, ни о чем. И история такова, что наше сознание просто не допускает историю о том, что у вас могут быть деньги. То есть не наше сознание, а ваше сознание не допускает. Вот этот первый момент, в который мы включаемся, и в который нас все время пытаются стянуть с помощью средств массовой информации, помните, вот эта реклама о том, что, например, там, по-моему, в России она идет, я в Украине вообще не смотрю никакие каналы, которые идут там, что нужно в белую, да, очень важно платить зарплаты в белую. И это как бы вбивается в то, что нужно не уклоняться от налогов, нужно платить в белую. И это так плотно застревет в голове, и тут сейчас вопрос не в черную или не в белую, а вопрос в том, что, ну вот, таким образом происходят какие-то манипуляции. То есть нам говорят, что такое хорошо, что такое плохо, в зависимости от того, какие интересы преследует государство или какие-то конкретные люди. И в зависимости от этого вбиваются, значит, вот это хорошо, а это плохо. Точно так же, как человек, который продает там кето-диеты, да, он говорит, вот кето это хорошо, а все остальное плохо, ну и так далее. Вот и я вам, собственно, говорю, что все проецировать через свой мозг это хорошо, а слушать просто, что тебе говорят другие молча выполняют, это плохо. То есть у каждого из нас есть какая-то история в трансерфинге, это называется маятниками. Так вот, история о том, что когда мы растем в некой такой своей парадигме мира, и родители нам говорят, что должно быть вот так, мы, собственно, по-другому как и не знаем. И когда нам вбивают, там, с детства говорят какие-то фразы, мы видим, как живут наши родители, да, точно так же, как модель отношений в семье. Если, например, вы живете в неполной семье, и там вы живете с мамой или с папой, или там кто-то из родителей есть жертва, и вы видите в этих отношениях, то такая модель мира перенимается и у ребенка, это естественно. И потом у взрослого человека неосознанно это происходит до тех пор, пока мы не включаемся и не начинаем разбираться в том, что происходит. Так вот, с программами такая же история. Вот смотрите, неважно сколько вам лет, вы попадаете в какую-то ситуацию, например, вас уволили с работы, и все говорят вокруг, и меня уволили, и меня уволили. Помните, наша ретикулярно активирующая система начинает подбирать нам модели такие. И мы начинаем находить оправдание дальше, что сейчас всех поувольняли, сейчас ни у кого нет денег, сейчас такая ситуация, сейчас нужно вот переждать. И вот очень много разных установок мы начинаем себе вбивать. Вот, например, когда проблемы в бизнесе, мы чаще всего убиваем, что люди стали хуже покупать, потому что у них стало меньше денег. И я на эту ловушку тоже попадалась, когда практически чуть не разорилась, потому что, ну, как бы моя парадигма мира начала выстраиваться вокруг того, что у людей проблемы с деньгами, и ничего с этим невозможно поделать. Но в то же время, заметьте, если вы покрутите головой и походите в магазин, в рестораны, где-то посмотрите на других, то вы увидите, что так не у всех. Есть люди, у которых прекрасно покупают те же люди. То есть вопрос всегда в том, кому люди понесут деньги. У них деньги все равно есть, были и будут. И вы, заметьте, в какой бы ситуации вы ни находились, у вас нет такого, что вам прям нечего есть, или там вы живете, вы бомж, вам не за что заплатить за интернетом, или у вас нету теперь телефона. Ну нет, то есть все равно люди находят возможности там, неважно, экономят, еще что-то, но деньги все равно куда-то переходят. Вы все равно каждый день какую-то сумму денег куда-то отдаете. И вопрос, кому вы их отдаете. И то же самое вопрос, кому ваши клиенты их отдают. Поэтому первый момент, это, конечно же, наша, ну, это даже не первое, это самое главное, это наши мысли о деньгах. Возьмите и подумайте, возьмите, сделайте упражнение. Пропишите себе вообще все, что вы думаете о деньгах сегодня, о том, что они сложно зарабатываются, о том, почему, например, вам сегодня сложно с деньгами, почему, как вы считаете, другим людям сложно с деньгами, что этому, как бы, предшествует, да, какие предпосылки. И вы увидите, что ваши взгляды, вот то, что вы пропишете, это ваш набор, как бы, мыслей, в котором ваш мир и крутится. И это не реальность такая, как она есть, это реальность вашими глазами. Потому что, если, вот, например, я приехала в салон Porsche выбирать себе, когда машину, и я, естественно, начала общаться всегда во всех компаниях, общаюсь с менеджерами и спрашиваю, как у них дела, как сейчас продажи. И он мне рассказал, мой менеджер, который там занимается мной, он сказал, что, вы знаете, да, действительно был карантин, и было страшно, потому что никто не приходил, мы, ну, никто нам не звонил, никому мы были не нужны. Но сейчас люди пошли, и мы пока сидели в салоне, такое было ощущение, что мы, знаете, на рыночке, на элитнингом, куда все время люди заходят, и что хотят, пробуют, делают тест-драйвы, оставляют свои данные, выбирают автомобили, даже бронировали при нас машину. Вот, поэтому, как бы, у него парадигма мира другая, хотя он живет в той же стране, в которой вы и с теми же людьми находятся, но люди, у него взгляды другие, и, соответственно, его энергия, которую он плетет вокруг себя, наши мысли, это некие энергетические паутины, такие, что нет, люди покупают, все, все хорошо. Вот, собственно, из наших мыслей все и базируется, потому что, когда вы, например, рано утром просыпаетесь, вот вам простой пример, вы просыпаетесь рано утром, и вы говорите себе, сегодня плохая погода, у меня болит голова, вы собирались идти на тренировку, вот я сейчас пытаюсь на нее доехать, и вы говорите, типа, ну, сегодня я не могу идти, и тут вы чувствуете, у вас нога еще чуть-чуть заболела, вы говорите, да, у меня нога прям сильно болит, я не пойду, все. Но просыпается другой человек рядом, он сначала думает, блин, дождь, я не хочу идти на тренировку, а потом думает, да, блин, что это я не хочу идти на тренировку, я пойду на тренировку, я пойду на тренировку, болит нога, переболит. И человек делает это действие, и у него меняется, вы сегодня целый день просидели дома, прохандрили, прожали у холодильника, а человек пошел, с кем-то там встретился, потом ему кто-то позвонил, он уже подумал, что уже можно туда ехать, потому что он же все равно уже выехал, и его мир изменился, его обстоятельства изменились, его энергия изменилась, и все изменилось. И вот все, что касается момента денег, чаще всего начинается, не чаще всего, всегда начинается с нашей головы. Как только вы приняли решение, что у кого-то нет денег, как только вы приняли решение, что у вас не хватает, как только вы приняли решение, что вам нужно экономить, экономить вы фокусируетесь все время на том, как бы не потратить, у вас нет времени думать о том, как заработать, потому что вы думаете все время о том, как бы не потратить. Ваше время проходит в том, что вы ездите по супермаркетам и выбираете, где дешевле масло, вы ходите, выбираете, вот акцентируете все время на это внимание. Я это прекрасно знаю, потому что у меня тоже в жизни были такие этапы. Когда это постоянно, вообще отсутствие денег, что дает? Оно дает злость, потому что вам не хватает. Оно дает агрессию, потому что вам кажется, что вас все время все хотят обмануть. У вас и без того денег мало, а вас еще тут вот на кассе вам посчитали не то, там вы купили по акции, а акция не засчиталась. И вы входите в раздраженном состоянии. Мало того, вас раздражают люди, у которых есть деньги, потому что вам кажется, что они вообще не понимают смысла жизни, они гады тратят эти деньги. Вас это бесит, потому что не в деньгах счастье вы считаете, а с вас эти все деньги требуют. То есть в тот момент, когда для вас что-то становится очень раздражающим и очень важным, и вас бесят, вам кажется, что весь мир на этом сосредоточен, это значит, что в этом у вас есть проблема. И я по деньгам очень хорошо это знаю, потому что я это проходила. И я понимаю, что в те моменты, когда ты срываешься, и ребенок еще идет, и там что-то там, не знаю, телефон, экран разбил, или там, ну не знаю, у него вырос из босоножек, понимаете, вас даже это бесит, потому что ты, зараза, что ты растешь из этих босоножек, я их не успеваю покупать. То есть это дает такой момент агрессии. Что делать, да? Самое главное, вы спросите, Пироли, это все классно, мы себя узнали, что делать? Ну, первое, осознать, что это трабл у вас есть. Второе, понять, что чем больше вы будете осознавать эту проблему и циклиться на ней, тем больше она будет разрастаться. Поэтому ваша задача переключить мозг, ваша задача создать некий другой образ, некую другую мыслеформу и понять, что денег полно. Вот их полно, они повсюду. Просто вы думаете о них, как о нехватке, и их не хватает. И ваша задача подумать о том, что бы вы хотели, куда бы вы хотели, подумать, что деньги это прекрасно, поменять свое отношение, прежде всего в голове. Вы должны понимать, что наша реальность устроена таким интересным образом. Мы сегодня что-то делаем, а проявляется оно завтра, условно. То есть сегодня проявляются ваши вчерашние мысли, ваше все... Такое ощущение, что я кого-то убила и тыщу... Вот, да не стерто-стерто. И тыщу себя на бампере, пищит просто. Вы должны понимать, что ваш сегодняшний результат, который вы имеете по жизни, это ваши вчерашние мысли. Вот это сегодня проявилось. Поэтому, если вы хотите, чтобы проявилось что-то другое, вы должны не с реальностью сражаться, с сегодняшней, а вы должны проанализировать и понять, что я хочу другую реальность. И сегодня в своей голове, в своих мыслях и ощущениях начать создавать новую реальность. Да, она не проявится сегодня, но она проявится завтра. Она будет завтра. Тогда, когда вы вдруг скажете, что-то мне повезло, что-то мне вдруг раз что-то выплатили, какую-то предложили работу, что-то произошло, я нашел какие-то деньги, появилась какая-то новая возможность. Откуда это? Я же ничего не делал. Вы не делали сегодня, а вчера делали. Вот все, что вы должны об этом знать. И это круто работает. Я сейчас, ребята, проеду. Это чудесное местечко. Черт и шо, из боку бантик. Значит, что я вам предлагаю? Я вам предлагаю, конечно же, во-первых, об этом подумать, во-вторых, начать читать. В инстаграме выложила недавно пост с книгами, которые я рекомендую к прочтению. Welcome, пожалуйста. Третье. Попробуйте начать медитировать. Я недавно записала денежные аффирмации, медитацию. Скачайте. Оставлю под видео ссылочку. Скачайте. Послушайте. Там первые три дня вы можете пользоваться этим абсолютно бесплатно. Посмотрите, попробуйте. Понравится, не понравится, захотите, сможете это продолжить. И, конечно же, я вас приглашаю для тех, кто уже созревает. Я делаю все, чтобы вы зрели, я этого не скрываю. Мне важно, чтобы вы мозгами дошли, что вам это нужно, и вы готовы с этим работать. Я вас приглашаю на августовский марафон, уже поток рерайтера жизни. У нас сейчас, я думаю, это видео я залью прямо сегодня, у нас сейчас стартуют продажи. Сейчас минус 50, когда у нас за месяц начинаются продажи, у нас скидка минус 50% на все версии. Welcome. Приходите. Это круто, друзья. Это так круто управлять своей жизнью. Это так круто, когда ты понимаешь, что ты сам создаешь свою реальность. Это так круто, когда ты понимаешь, что в твоей жизни что-то произошло не очень. И ты понимаешь, почему это произошло. Твоя жизнь, твой мир становится управляемым. Это как сковородка. Представьте себе, что нам бы было так же горячо, когда мы хватаем раскаленную сковородку, если бы мы ее не хватали. И мы бы с вами думали, почему мне сейчас горячо? Я взялся за просто обычную ручку, а тут же так горячо, как раскаленная сковородка. Но нет, вы понимаете, что вам так горячо, именно когда вы взяли раскаленную сковородку. Если вы возьмете ее в магазине, она стоит на полке. Если вы ее возьмете в ящике, она такая горячая не будет, как на плите. То же самое в нашей жизни. В большинстве своем наш пиздец, простите, происходит именно по той причине, что мы не понимаем, как все устроено. Нам кажется, нас наказали, в стечении обстоятельств. В тот момент, когда я сказала рок и карма, позвонила моя младшая дочь. Так вот, нам кажется, что что-то происходит. Вот знаете, нас решили, молния поразить. Да ни хрена. Мы просто встали с вами под провода, тогда, когда была гроза, и молния шибанула туда. Все логично, всегда объясняется. И в нашей жизни все точно так же. Все, что происходит, все вполне логично, объяснимо. И не понимаем мы только тогда, когда мы не понимаем, как это устроено. А мы с вами знаем, как устроено практически все, кроме нашей собственной жизни. Вот на этом как бы некогда нам разбираться. Поэтому я предлагаю вам разобраться, написать свою книгу жизни, написать свою историю. Не поленитесь, зайдите в инстаграм, зайдите на страничку с рерайтером. У нас снова много новых классных отзывов о марафоне, потому что это действительно работает. Я вас обнимаю, люблю, целую. Сейчас у меня будет лучшая парковка, я в этом уверена, несмотря на то, что я в центре города. И я иду на тренировку, потому что я хочу быть красивой. Потому что есть логика в том, что когда ты хочешь, чтобы у тебя в форме 37 было красивое, подтянутое тело, можно, конечно, говорить о генетике, о широкой кости, с которой тебе не повезло. А можно просто пойти в зал, потренироваться и следить за своим питанием. И тогда все будет зашибись, как круто. Люблю, целую, обнимаю. Я жду ваши лайки. Ну, нравится мне вот. Я когда вижу, что вы поставили лайки, я знаю, что вы меня любите и ждете моих видео. Значит, нет, есть ради чего их записывать и ради кого. Люблю, целую, пока.